Потому что началась эпопея. Как я укололась на работе, и я... Лучше все через жопу, и никого не... Можете ли вы защитить? А можете ли вы отправить меня сдать тест? А сколько это будет стоить? Тяжело вот так вот работать ассистентом, нету протекции, и ты не... Хотели делать, и хотели забить, и чтобы я забила на этот вопрос, потому что это реально невероотропка. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Йогер Блогер. Вы на канале Йогер Блогер, и с вами Вики Луч из Калифорнии, из Беверли Хилл. Записываем вам видосики о том, как мы работаем ассистентами стоматолога. Распишу вам, запишу видео и скажу, что мы решили с этой работой. Здесь уже два года находимся фактически. Скоро тоже запишу видео об итогах двух лет жизни в Калифорнии, в частности в Лос-Анджелесе. Поэтому сегодня я расскажу видео о том, как я укололась на работе, и о механике вообще работы, стоматологии, о проблемах, о сложностях. Я люблю записывать сложности, но я не ною, в том плане, что я решаю вопросы и их решаю, так скажем, перехожу через них и иду дальше. Но о сложностях важно записывать, чтобы не было иллюзий, потому что у многих есть иллюзии касательно Америки. Но что касается работы, вот я укололась. Ситуация была такая, что я была на операции, это была операция, это не стерилизовало инструменты, и я просто секшеном делала секшен, так, зуба, потому что там остались корни, да, зуб мы удалили, коронку остались корни. Сейчас сложно вам это представить, но считайте, у меня гаун, очки, да, вот я на операции, мне и так тяжело дышать, и я беру вот этот застрявший в секшене зуб, он очень острый был, я его взяла пальчиками, да, чтобы секшен заработал, и, короче, поранилась, и двойную перчатку тоже поранила, представляете, двойную перчатку. Я не знаю, как это может быть. Я уже записывала об этом видео, но решила переснять, потому что оно оказалось очень агрессивным, потому что я была дико злая, потому что началась эпопея. Я не знала, что будет так сложно попросить у пациентки сдать тест, либо найти ее прошлый тест. Я знаю, она здоровая была, молодая, красивая, ну, молодая ей за 50 лет, но она выглядела очень молода, то есть по ней скажут, что ей лет, там, не знаю, 35, то есть она худенькая, японочка, не суть важна, да. В этот раз мне повезло с пациенткой, что она может быть здорова, хотя я до сих пор не знаю, потому что все две недели я просила, чтобы она сдала тест. А что произошло? А произошло то, что она пошла сдавать тест, она сказала, окей, я, ну, хочу пойти вам на встречу помочь, но по итогу ее нужна была форма для того, чтобы пойти непосредственно сдавать тесты в лабораторию, нужна была форма, это как направление от врача, а ее врач был в декрете, а бэкграунда такого не было, кто бы прикрывал этого врача. Короче, была целая эпопея на следующий день. Когда она пришла, без формы и без всего ее послали нафиг. Вот она вам система медицинская, да, тупая. И в итоге все это легло на мои плечи и на плечи врача, который был на этой операции, но по большому счету должен был это все делать и решать мой босс, который нанял меня непосредственно на работу. Работала я с другим врачом. И, в общем, пока я искала пути выхода, ко всем обращалась, всю неделю просила заполнить или дать мне рапорт, он называется, либо репорт о том, что произошло на операции, что произошел какой-то инцидент на работе. Я, короче, запрашивала, просила, и в итоге ничего так и не получила всю неделю, потому что менеджер была в отъезде, она, в общем, так скажем, заболела, и ее не было. Прикрыть тоже было некому. В общем, была целая эпопея. И по-другому даже не скажешь. Плохие моменты я бы и хотела записывать, но я была очень агрессивна и зла. А когда я уже успокоилась, об этом даже, знаете, не хочется вспоминать. Вот так вот целый день я рыдаю с утра до вечера. С утра, потому что всем уже вскрыла мозги, никто не может сделать тест, никто не может сделать это нормально, чтобы все документы отправить флипотомисту, чтобы тот пришел уже спокойно, сделал все, лучше все через жопу, и никого не попросишь. Все только из тебя спрашивают, сделай то, сделай то, а в итоге, когда мне нужна помощь, и пациент завтра уезжает, и мне нужно срочно все не сделать, никто не может ничего и сделать. Пиздец. Я решила запомнить, запечатлить и вам рассказать эту ситуацию, потому что со всеми может случиться такая ситуация. А знаете, почему со всеми? Потому что в стоматологии могут брать любого человека, даже без сертификата. Просто с улицы берут, и окей. И когда вас спрашивают, а не боитесь ли вы крови, скорее всего, вы должны думать не о том физически, не боитесь ли вы смотреть на кровь, на кости, на вот эту всю кровь, сгустки крови, на тишью, на запах изо рта. Они имеют в виду другое, и вы должны думать о другом, вы должны думать об инфекционных, transmittable disease, инфекционных заболеваниях, передающихся вот через кровь. Это ВИЧ, гепатит А, даже не А, А это через грязные руки, это больше кишечная инфекция. Гепатит В, гепатит С, гепатит В, скорее всего, вы все делали тесты, поэтому можете не волноваться. Точнее не тесты, а вакцину, да? У меня тоже они, есть антитела. Вот, поэтому ваша задача, когда вы даже придете в стоматологию, вы должны сказать, а можете ли вы защитить, а можете ли вы отправить меня сдать тест, а сколько это будет стоить, а если бесплатно, сколько раз я должна это сделать, потому что у нас началась эпопея с тем, что даже не могут сделать тесты ассистенту. Представляете? То есть, мало того, что пациентка не дала результаты, и она уехала, у нее не получилось в последний день даже прийти сдать тест. В итоге мы флеботамиста хотели вызвать к ней на дом в последний день, а нам потом, в общем, так и ничего не получилось. Я психанула в этот день в пятницу и ушла с работы, потому что поняла, что меня никто не защищает, все только Вика, Вика, Вика. Спрашивают меня, принеси то, сделай то, X-Ray, CT-Scan. Я говорю, слушайте, я пока не закончу это дело, я не смогу работать, я не хочу работать, потому что никакой протекции нету, две недели никто мне не мог помочь, и в итоге я ушла в пятницу. Вообще думала, что я на совсем уйду. Вот, так мой доктор и подумал. Кстати говоря, и в понедельник он нанял другого человека, который пришел и работал на него. Нормально, да, он так устроил. То есть он сделал для себя вывод, что я не приду, как делают в принципе многие здесь американцы, они просто не приходят, уходят, психуют и больше не приходят. Ну, я просто не такой человек, я ответственный, и если что-то даже произойдет, мне все равно нужно держать язык за зубами и быть в хороших отношениях со всем, со всеми, потому что, ну, кто знает, земля круглая, правильно? Вот, поэтому ситуация сложилась так, что я сказала, что это за дела, что в понедельник не получилось, ну, такая ситуация получилась некрасивая, что я пришла на работу, а вы наняли другого ассистента. Ну, я потом работала, все нормально, вот, но врач со мной особо не общался после этого, а друг... Я приехала в другой офис, и меня игнорят, и сейчас работает другой ассистент. Просто такое неуважение, капец. Просто самое неприятное, что мне не сказали, что Вика, не приезжай, или Вика, приезжай. Я ничего не говорила, что я приеду или не приеду, но мы договорились, что будет операция, и я приеду все все, или утром я написала. Мне просто сказали, где есть, быть, а в итоге я не работаю. Другой мой босс отправил меня сдать тесты. Я сдала тест, все хорошо, и все, и работаю теперь. Результаты хорошенькие. Вот. Так, сегодня я сделала тест. Мне сказали, нужно было делать сразу, immediately, сразу, как я укололась, но эта разборка у нас получилась около двух недель. Я запрашивала у пациента тесты, но согласно протоколу нужно было делать тесты сразу же мне. То есть меня сразу должны были отправить в лабораторию, которая всего лишь находится этажом ниже. В итоге я потеряла две недели, и меня не очень-то хотели брать, плюс у меня не было иншуранса, и, короче, вся в слезах уже была последние две недели, и в истериках. В общем, пациентка уехала в отпуск, и так и не получилось у нее запросить тест, хотя она здоровая, все хорошо, но суть в том, что все равно была такая напряженная атмосфера, и никто меня не хотел отправлять, сделать тест, и в итоге доктор, короче, занялся моим кейсом уже напрямую, потому что он, ну, как бы, отвечает за меня, и в итоге он меня все вчера сделал, за два дня, правда, очень долго тоже было, два-три дня мы ждали, пока все разродятся, пока там созвонятся с лабораториями, решат этот вопрос, и вот мне сегодня сделали с утра, все было очень хорошо, все качественно сделали, три пробирки взяли на гепатит, и B и C, антитела и антигены, чтобы посмотреть, может, у меня уже есть антитела, гепатит, и они должны быть, потому что я делала вакцину, буду скоро снимать видео про вакцинацию в России и в других странах, чтобы переехать в США, какие нужно сделать вакцины, и вообще буду снимать все про США, сейчас мне нужно бежать на работу, я тут на лестничной площадке стою, короче, ребята, поснимаю вам, что будет, но тест этот, оказывается, нужно будет еще сдать через месяц и еще через полгода, так как я увольняюсь, мне нужно спросить этот вопрос, что мне делать, теперь я поняла, почему не хотели делать и хотели забить, и чтобы я забила на этот вопрос, потому что это реально невровотрепка, это платно, но для них это ничего не стоит, но так я увольняюсь, мне нужно будет еще раз приходить, а если, не дай бог, что-то найдут, то лечение здесь стоит очень дорого, вот, и, конечно же, это опасно для здоровья, но все ассистентки мне говорили, что нужно это сделать сейчас же, немедленно, но доктора меня не хотели слушать, вот такой вот был у нас кейс на работе, поэтому все две недели были очень нервные, поэтому я уже хочу, очень сильно хочу уйти, но я не могу оставить ни их, ни себя в таком неопределенном положении, конечно, им выгодно, чтобы я ушла уже, и они забыли про меня, но это мое здоровье, и они должны за него отвечать, потому что это случилось на работе, я не просто поранила себе палец на кухне своей, это было на операции, поэтому я уже побегу. Получила свои результаты теста, здесь у них ремонтик такой прикольненький, все выручь перегорожено, видите, тут каждый случай, вот так вот через одно сиденье, вот получила результаты теста, что очень хорошо, что у меня еще есть антитела от гепатита B, в которой я делала вакцину еще в Москве, поэтому антитела еще должны быть, наверное, лет на 10, поэтому антитела у меня есть, а все остальное чистенько, так что все хорошо, пока. Нужно будет еще два раза сдать, через месяц и через полгода, так что я сюда еще приеду, вот, воздаю кровь, до пациентки, ну, так и не получилось дозвониться, потому что она уехала в другой штат, вот, поэтому очень тяжело вот так вот работать ассистентом, нету протекции, ты не знаешь, пациент здоров, нездоров, да, сейчас ковидная ситуация, но I'm more concerned, я больше волнуюсь о таких инфекциях, которые очень дорогостоящие, опасные, которые действительно, ну, нужно знать, они легко передаются, да, ковид, он легче, конечно, передается воздушно-капельным путем, да, через слюну, через вот это все, то, что на, как раз таки происходит в дентал офисе, но через кровь тоже спид передается, конечно, спид, не сам спид, а вич именно, да, передается именно через кровь, transmittable disease называется. Но еще эта ситуация была такая неприятная и мерзкая, я даже сказала, именно потому, что все это свалилось на меня, я звонила пациентке, я у нее просила иншуранс, я ее просила документы, я с ней списывалась, хотя я не должна это делать, как бы это не правильно, должен быть адвайзер, либо человек, который этим занимается, я уже обратилась к HR, и попросила меня отправить куда-нибудь, будете сдать кровь, и в итоге доктор пришел, немножко агрессивный, и в недоразумении такой мой, поз, который вот за меня отвечает, он такой типа в недоумении, как будто это я, я что-то с этого имею, как будто я у них деньги берут, как будто происходит, ну, как будто я каким-то мошенничеством занимаюсь, то есть вот это вот неприятная была ситуация. Ну и второй такой неприятный момент получился, связан с тем, что когда первая реакция врача была недоразумение, а вторая реакция, когда уже две недели я проплакала, прорыдала и ушла, захлопнув дверью, тогда они очнулись и поняли, что это серьезно, и начали что-то делать, а до этого они просто хотели забить на это все, потому что действительно, эта проблема была достаточно сложная, и как мне врач сказал, что это происходит очень редко у них, на самом деле у них происходит это часто, просто ассистенты не жалуются на то, что они там укайлолись или что-то, потому что они сами понимают, что это тяжело все, там иншурнса, если еще нету, а у меня его нету, поэтому для меня это, конечно, оказалось сложной для врачей, они не хотят этим заниматься, потому что вроде я поняла, что им нужно платить, хотя у них должен быть врач по контракту, который вот в случае чего может отвечать за ассистентов, поэтому вот такая вот эпопея неприятная получилась, и из-за этого, не из-за этого я, конечно, увольняюсь, а из-за того, что просто уже время, но все равно, начинаешь смотреть на, более глубже на всю эту систему, и понимаешь, что в России я бы уже сто раз бы сдала кровь, и пациентку просила бы, и там каждый год все сдают, медработники, и все проверяются, а здесь никакой протекции нету, здесь сложно вообще сдать кровь, пойти даже его самой, никто, каждый год медработники не делают кровь, только по назначению врача, и как-то все очень через жопу, хотя должны сдавать обязательно кровь, если ты укололся, то спустя месяц или два должен пойти сдать, лучше сразу, конечно, посмотреть, насколько это чисто или нет, а потом сравнить через пару месяцев, потому что инфекционные заболевания проявляются немножечко позже, потому что нужно время, чтобы проявились они в теле, поэтому я через месяц еще буду сдавать кровь, так что посмотрим, ребятки, не переключайтесь, что будет дальше, мне даже страшно, я уже увольняюсь и занимаюсь своими делами, не хочу уже об этом думать, просто хочется все это закончить поскорее, все, просто уже устала, я очень истощилась, поэтому мне нужен отпуск, посоветуйте, куда поехать лучше, напишите в комментариях, так что всем пока! Всем до скорых встреч, с вами была Вики Лучи, канал Йогер Блогер, не забывайте, пожалуйста, подписаться и ставьте колокольчик, всем до скорых встреч!